В Костанай горожане возмущены состоянием новой набережной. Сдали ее чуть меньше полугода назад. А у нее удручающий вид. Брусчатка просела, плитка разбита. А на строительство потратили 662 миллиона тенге. Что говорят чиновники и кто теперь будет ремонтировать объекты, расскажет Нина Шапон. Набережную в Костанай сдали в эксплуатацию в декабре прошлого года. Но с приходом весны горожане просто ужаснулись ее состоянием. Мраморные плиты сломаны, брусчатка пошла волнами и просела. Не прошло и полугода после того, как новую набережную сдали в эксплуатацию, а спортивные снаряды уже пришли в негодность. Местами содрано и тартановое покрытие. И это не считая сломанных мраморных плит и просевшей брусчатки. В Акимате же сообщили, что виновников всего этого беспорядка найдут. Причем это не только подрядчик, как выяснилось. По факту тротуальной плитки составлен дефектный акт по восстановлению в рамках гарантийных обязательств. По факту разбитой гранитной плитки и неисправности мафов, это тренажеров, подано заявление в правоохранительные органы по факту вандализма. Набережную строила алматинская фирма. Свои недочеты они готовы устранить, так как гарантийный срок три года. Основные моменты по сегодняшнему вопросу – это факты вандализма и неправильная уборка снега. Мы сейчас создадим независимую комиссию и для себя сделаем выводы, что подходит под гарантийные обязательства и что нужно будет восстанавливать за счет компаний, которые здесь работали по уборке снега. То, что плитку могла повредить снегоуборочная техника, говорят и местные жители. Некоторые даже были свидетелями этого. Потому что чистили, мне кажется, чистили или убирали, потому что целая бригада приезжала сюда и на машинах, и они как-то чистили, непонятно, там кучу оставили, здесь. И уже детские даже снаряды, они тоже уже в плохом состоянии. Где-то расшатана, где-то уже отломана. А буквально в нескольких метрах от этой набережной другая часть, которую построили пять лет назад. Вид у неё полуразрушенный. Ступени крошатся, плитка провалилась в ямы. Скорее всего, здесь потребуется реконструкция. И вряд ли уже за счет подрядчика, так как вышли уже все гарантийные сроки. Нина Шапо, Елена Досова, Андрей Сесоев, ТДК-42, Костанай.